хоба привет с вами доктор влад давайте посмотрим что еще произошло за это время названы новые версии авиакатастрофы в казахстане так в качестве основных рассматриваются три версии произошедшего ошибка экипажа техническая неисправность воздушного судна и работа навигационных служб последняя версия называется впервые а почему здесь навигационные службы если он подняться не сумел и упал ну вот в общем я я рассказываю то что то что здесь есть так индия планирует строительство 24 новых подводных лодок ничего пельмень вооружаются индусы в настоящее время на вооружении страны находятся 15 не атомных подводных лодок в том числе российские ттт как ранее писал news.ru москва передаст new daily в лизинг на 10 лет атомную подводную лодку сумма контракта 3 миллиарда но вы их не увидите ребята это все пойдет через шойгу самолет уральских авиалинии экстренно сел в петербурге что же они каждый день то каждый божий день но никто не пострадал челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь ребята здесь очень интересно вообще невероятно даже так общий объем составил более 26 миллионов рублей сообщает пресс-служба облпрокуратуры в поле зрения следователей попали гражданки 59 и 64 лет следствие считает что они воспользовались доступом одной из них на площадку законсервированного завода в верхнем уральске на котором 2001-2016 годах делали алкоголь 2017-2018 годах они выпустили более 40 тысяч бутылок на сумму 7 миллионов рублей также они покушались на выход на выпуск бутылок надо же покушались на выпуск бутылок на сумму более 18 миллионов рублей но в марте 2018 их накрыли полицейские вот это да бабуси ничего работали до заводик свой открыли законсервированный вскрыли консервным ножом и вперед ничего семья бывшего главы серпуховского района подмосковья александр шестуна записала видео обращение к президенту путину вот тот самый шестун на который вообще уже все навесили все что только можно да конечно он вор но не до такой степени мать жена и дети называют незаконным уголовное преследование они считают пыткой принудительное кормление шестуна который больше ста дней держал голодовку уполномоченный по правам человека в москве татьяна потяева назвала удовлетворительном состоянии шестуна она подчеркнула что шестуна здоровья не жалуется лучшие книги 2019 года знаете кто написал анатолий чубайс гендиректор роснано вот я не секунды ни одной не даже не подумал даже не представил себе что он все эти книги прочитал сам случайной жизни олег родинский благотворительница джон литтл кто-то ему ну слушайте с его деньжищами наворованными да ну конечно кто-то ему написал вот кортенька лицензии и все ребят ну вот вы сами понимаете или нет или может быть кто-то думает что он действительно их читал трудно трудно вот вот интересно императрица елизавета петровна никогда не спала одна в спальне было минимум три человека вот она елизавета вот она елизавета пришла к власти в летать от дворцового переворота и с тех пор сама боялась переворотов и царица никогда не спала в одном месте где где она будет спать сегодня не знал никто это тоже была боязнь повторения дворцового переворота ко сну императрица отходила под утро с обязательного ритуалами часа и пятки чесальцы чесальщицы были самые известные аристократки россии это было за честь тем более можно передать было просьбу царицы или высказать свое мнение решить свои проблемы этим дамы часто пользовались кроме того всегда спальне присутствовал истопник василий иванович чулков он спал в опочивальне возле двери на тюфике даже когда ее пафа фавориты приходили к ней спальню чур чулков все равно там спал его никто не стеснялся чулок государине вещь говори о нем дворяне и между прочим он дослужился вот таким образом до звания генерал аншефа следующее тоже генерал фельдмаршал а генерал аншеф это тоже что-то ну ребята все повторяется да кто интересно путина 5 чешет боярский нет сергей шнуров не стареющие лица достижение науке стихи написал но вообще-то интересно новый год случится скоро в новом как и в том году путин и филипп киркоров настроение создадут не стареющие лица достижения науки с ними будут веселиться в новый год и наши внуки тьфу на тебя нельзя такое писать несмотря на санкции запад рекордно вложился в российские проекты с ума сойти турция вложилась еще какие-то ой ой никто не испугался санкции а чушь так население фигов живет а если вложили сколько 700 700 миллиардов 280 миллиардов 280 миллиардов по карманам все рисовали половину посадили о господи какой-то вот все чушь вот это вот ваша заливная рыба кремлевского рассола роскакчество рассказала какие рыбные консервы нельзя есть вот вообще смешно я уже читал кто-то там тоже год ну сколько можно почему я должен знать все вот эти тонкости что на вздутие обращать внимание на дату производства и так далее все это должны делать за меня здесь вот в америке чтобы сдутой банка попалась или чтобы просроченный банк попался да вы чё их же расстреляют за это сразу ну фигурально выражаясь конечно да а здесь вот россиянам самим надо смотреть а ведь кто-то за это деньги получает письков рассказал что не видел жену больше месяца вот интересно у меня песков не вызывает неприязни так смех такой да вот путин вызывает неприязнь совершенно вот физическую просто физиологическую трамп вызывает физиологическую неприязнь а песков такой какой-то блин он сразу упадет начнет плакать да вы что я тут ни при чем меня заставляли кон какой-то жалкий мне так кажется я не знаю как у вас истребитель миг-35 получит новую кабину а чё там в кабине душ наверное будет ванна но нельзя же воевать грязным туда пострелял маленько отстрелялся в ванну залез а там автопилот назад все поведет или что там будет плацкарта подвозить будет халтурить вообще вот какая-то ерунда вот все вот эти миги все эти какие-то пушки целыми днями целыми днями проблема номер один тоже сказочная серпом по телеграм-канал но знаете что тут ну ну вы знаете что очень многие набрали кредиты да в россии ну и считается проблемой но для путина номер один проблема закредитованность предприятий о пк ну то есть это военные предприятия они набирают кредиты вот сколько хотят им дают все и подо все и не отдают их вот ну нифига не дают и все считаются проблемные кредиты головы не летят всем пофиг вот интересно да закредитованность оборонки откуда взялась просто берут и все прям вот из бюджетного кармана вам ничего не достается ситуация абсурдна импичмент трампа загнал конгресс шафту пик ой это пишет чё нтв ну это вот самая большая гадость да что вы никто не понимает дальше чё делать все все прекрасно понимают просто пускай походит под импичментом пускай а дальше там как говорится видно будет пилоси знает как делать импичмент пилоси вообще прекрасно делает импичменты так участники обмена пленными рассказали о пытках в сэбл оу ребята знаете их их там пытали вообще страшно не давали смотреть телевизор с путиным это же для ваты это страшная пытка один день без путина все можно стрелять сразу зеленский лично встретил освобожденных украинцев и каждому пожал руку но вот это мужской поступок я считаю так путин поздравил мировых лидеров с новым 2020 годом всех 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 подряд вот всех 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 он сидел и поздравлял целый день на одно тяжело это замучился на на мужик крем оказываю отказывается прогнозировать итоги переговоров с украины по газу должны были до 29 декабря сегодня 30 окон и ныне там вместе с возом ничего у них не вышло пока только что газпром выплатил 3 миллиарда все до украинская компания подтвердила а больше ничего нету больше ничего нету интересно а им до 1 января надо а твиты вот интересные твиты китайская петручина одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире вот смотрите петручина ее стоимость 144 миллиарда вознаграждение главы 113 тысяч роснефть стоимость 77 миллиардов то есть два раза меньше а вознаграждение главы 13 миллионов это в сто пятнадцать раз больше чем у петрачины угловаря вы представляете какая-то гадость ален попова тоже пишет это твиттер рост числа долларов меня миллиардеров россии за 20 лет 99 год число миллиардеров 0 общее стояние 0 миллиардов 2009 год через десять лет число миллиардеров 32 общее стояние 102 миллиарда 2019 год число миллиардов миллиардеров 98 это еще в три раза больше общее состояние 421 миллиард паркинти 2009 был 102 а сейчас общее 421 нормально ребята до наследник семи банкиров майкл чарльз рокфеллер выступивший на сцене престижного российского бизнес форума вместе с министрами оказался гражданином греции анастасисом цициллиносом они даже рокфеллера липового притащили к себе на форум долбаный стоит вот еще интересно смотрите я вам не рассказывал в техасе стрельба была в техасской церкви да стрелок в техасской церкви успел произвести всего два выстрела а уже четверо прихожан наставили на него стволы один из них убил стрелка при отсутствии оружия по прихожан стрелок и скорее всего использовал бы весь свой боезапас еще джерф мог идти на десятки вот вам америка вот вам техас ребята вот так так александр вакуров твит генетический фильтр мощно дал о себе знать вымывание генов страшная вещь да ребята генофонд теряется нам еще в институте говорили об этом я закончила 79 что теряется генофонд нормальные мужики уезжают 79 год я закончил сколько столетий потребуется стране чтобы восстановить здоровую часть интеллектуалов и честных людей и тут вот цитата из шендеровича почему мы при брежневе не верили ни одному слову из телевизора да а нынешние несмотря на наличие интернета верят да просто те кто умел не верить уехали правильно ребят и я уехал да я не верил никогда брежнева там ну понятно все наступать 2020 давайте не забывать что 20 лет назад мы были растерянными людьми без работы армии науки сельского хозяйства 20 лет мы надеялись что что-то изменится но он пришел и вернул нам все мы снова без работы без армии науки сельского хозяйства и без будущего у меня все на этот час и посмотрите кусочек моя жена вчера рассказывал как американцы празднуют новый год я уже опубликовал на платном канале можете подписаться вот тут внизу и вам кусочек сейчас поставлю посмотрите всего хорошего до свидания доктор влад с вами пока пока горит здравствуйте сегодня танечка вам расскажет о том как американцы встречают новый год нам это будет очень интересно мне тоже в том числе здравствуйте но большинство американцев те которые семьями с детьми и так далее они новый год не встречают вообще совсем да слово совсем они встречают крисмас вот значит кто кто встречает новый год но в основном молодежь или среднего возраста те которые холостые те которые без семьи либо там я не знаю может быть женаты и но без без детей и так далее так далее потому что дома никто не собирается на новый год и не возле елки и не поднимает бокалы шампанским и так далее это для это для них но но нонсенс они просто вот я смотрю наши все соседи кто семьями с детьми в новый год у них просто просто темно и темно и тихо они просто спят вот потому что крисмас для них большой праздник новый год нет ну молодежь конечно 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 встречает вот и мы сами но мы встречаем по-русски сейчас дома очень многие русские ходят в русские рестораны русские рестораны конечно наживаются в новогоднюю ночь потому что у них там безумные цены и надо нельзя пойти в русский ресторан просто так заказать кофе заказать кофе например и пойти надо обязательно покупать у них новогодний пакет и идти неважно сколько вас человек компания или вас вас всего двое там или так далее надо покупать их пакет их пакеты очень дорогие их пакеты включают обжираловку вплоть до того что в новый год они на стол ставят и пельмени и винегреты и там ну как конечно деликатесы всякие тоже вот оливье да оливье селедка под шубой это конечно традиционная новогодняя еда вот плюс они плюс они еще там делают как как в россии дед порос снегурочка танцы до упаду и все такое прочее но это в русских ресторанах и туда ходят в общем то только туда ходят только только русские при том русские к у которых нет детей опять же вот потому что у кого есть дети они естественно отмечают дома как мы отмечали там советском союзе за общим столом возле елочки значит с русскими огоньками по телевизору и так далее вот но американцы как встречает новый год американцы я когда приехал работала бибиситером жила в американской семье значит она была разведенная вот можно и встречал со своими друзьями отдельно она со своими друзьями отдельно и в новогоднюю ночь она надевала джинсы сапоги и какой-то свитер и шла в какой-то кабак значит с друзьями встречать новый год ну на новый год там они значит надевают там всякие бумажные цилиндры женщины бумажные мужчины женщины там бумажные короны вот такие блестящие все там всякие трещотки погремушки туда-сюда и значит когда но когда перед новым годом они начинают считать там десять девять восемь и так далее и когда один ноль это двенадцать часов часы бьют и в это время значит начинают фейерверки хлопушки все это все обнимаются целуются бокалы шампанским вот и обязательно как правило значит в этих в американских барах ресторанах то все там под потолком в сетке